МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и телерадиокампании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. Беспека между Украиной под их надейной обороной. Сёння в Веншаване с профессийным святым примают белорусские пограничники. На Гомельщине усвяткование 98-й годовины с дня утворения пограничной службы приняли удел командование, совет офицерского сходу, особистый состав Гомельской пограничной группы, ветераны працы, усе жадающие. День пограничника – это данина поваги подвигу советских солдат. Оборона межа была и застается одной из самых отказных и гоноровых задач. Так, сёння лепших узнагарожвали грамотами и щирыми словами подяки. С початку этого года на участку Гомельской пограничной группы затрымано около 400 порушальников пограничного законодательства, больше за 800 эмиграционных. Миновата по причинах отказности и отданности обовязку, многие сустрыкают свята на боевым посту. Межтым наурачистым мероприемстве, переемное поколение кадетов Гомельского училища, яких уже зараз рыхтует до службы, отрымали заслуженные зелёные береты. В этот знаменательный день я хотел бы поздравить пограничников, членов их семей, ветеранов, всех тех, кто причастен к службе на границе, пожелать здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Хотелось бы, чтобы в их семьях царило уют и покой. Но мы пограничники гарантируем нашему народу безопасность, гарантируем спокойную жизнь. Сегодня на базе Светлогорского района прошло выездное посаджение правлення Белорусского союза Жанчин. Его дельницы назирали за церемонии ушанованья шмадзетных мать и молодых семья у Ёссы Дуброва. А так само обмерковали пытание социальной обороненности Жанчин подчас наведывания Светлогорского целелозно-кардонного комбината. Алексин Серов потекавился выказанными пропановами. Наведывание памятного знака у гонороперации Багарсейон у программы выездного посаджения уключили небопадкова. Менавита Сюль у червени 44-го почалося вызволение Беларуси. К тому складание кветок допомника гэта перш за все память об нашей истории. Культура и духовность яшедна тема для обмеркования. Открытая в минулом годе церква увезца Дуброва с Светлогорского района. Часвёртая полику першатры по разных причинах не захавалися. Причем опошние 70 годов тут у Вогули не было храма. В Беларусском союзе Жанчин погаджаются. Сегодня церква не только место для проведения службы. Золиком и выховавчей роли гэта ящей и складающей той социальной политики, якая проводится у державе. Гэта питания даречи члены Беларусского союза Жанчин плануюсь обмерковать на пятом усебеларусским народном сходе. Конечно, очень важно, как будет реализовываться программа семейного капитала. И мы сегодня хотим обсудить вопрос о том, что мы знаем, что до 19-го года семейный капитал, что стоит ли продолжать эту программу. А надо сказать, что благодаря введению и семейного капитала, и поддержке многодетных семей, количество многодетных семей по сравнению с 2009 годом, когда была перепись населения, последняя увеличилась на 23%. Это, конечно, весьма внушительная цифра. Агрогородок Дуброва, який наведывается в представнице Беларусского союза Жанчин, ящедно подтверждение того, что у вязковых женщин великий потенциал по великим рахункам, делающим первую чергу их намаганием, тут организовали день вязки со шматрикими аттракционами, концертами, гульными и уручением подарунков. Ветеранам, передовикам в творчестве, шматрикатным матем и молодым семьям таких у Дуброва немало. Тут дом построили недавно, восьмиквартирный, вот сегодня будем вручать ордера на заселение. Потом еще планируется в этом году построить коттеджного типа один дом, и еще один восьмиквартирный дом тоже до конца, наверное, года построят. Агрогородок Дуброва полностью газифицирован. Тут достаточно хорошая зарплата. Членов Беларусского союза Жанчин цикавит усеу, а тому от справа вязковых до ситуации у промысловости. Завод сутьфатной белиной целлюроза у Светлогорску повинен быть сдадена в эксплуатацию в этом году, но об умовах працы в тем веке для работниц можно мерковать уже зараз. Центральный пульт предприемства нагадывает центр кирования космичными с подорожниками. Просовать тут будет комфортно, но для этого необходимо быть соправданным профессионалом. Отделение джентного находжения для молодых людей с обмежеванными макшимостями у Светлогорска в основе восемь годов. Зараз что день сюда приходит до 20 человек. Эта установа так само не засталась по заувагой Белорусского союза женщин. Марьяна Щеткина знакомится с работой центра и доведуется о текавую информацию. На передании Александр Ментус привез с областного фестиваля творчества сирот детей и молодых с обмежеванными макшимостями диплом другой ступени. Его танец журы и глядачи усприняли на ура. Сочиня Белорусского союза женщин просить повторить еще раз. Теперь уже для гостей. На пленарном посередине Белорусского союза женщин размова в деятельности областных организаций и ближайших планах. Тут и выпрацовка пропанов по досконаливанию законодавства об социальной обороненности и реализации права женщин на працу и подрыхтовка до пятого Всебелорусского народного сходу. Жанчины у Вогули не сбираются засоваться в бок от житя краины, а тому еще одно обмеркованное питание удел в парламентских выборах. Для нас это тоже очень важно, чтобы в новом парламенте были представлены женщины, потому что у нас очень много активных людей, которые готовы принимать участие в управлении государством, желают этого, они будут предлагать опять-таки и продвигать свои идеи, свои программы. Старые и новые банкноты можно будет обменять в банках на монеты бесплатно. Нацбанк рекомендует это сделать, чтобы представители гандлевой сферы уже с первого липеня могли разменять и выдать дачу покупникам новыми грошами. С этого дня платежники податку на добавленную вартость должны будут заполнять электронные рахунки фактуры, а уже сейчас можно долучиться до доследной эксплуатации новой системы. Об этом не только поди размова у черговым выпуску экономичной доветки. Глядачоу так само чекает знакомство с ценами на кветке даурочистых школьных линеек на рынках Гомеля и у интернет-магазинах. Глядите программу одразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь-4 Гомель». На переддне на базе телерадиокампании Гомель отбылся областный молодежный интернет-форум для актива областного комитета БРСМ. Это мероприемство ладится что год с метой навучания и повышения квалификации молодежи в галине работы у интернет-просторы. Вероника Ворошилина с подрабязностями. У зале посяжения у телерадиокампании Гомель собралось больше 50 представников областного комитета БРСМ. Активисты громадской организации приехали сюда с самых разных районов Гомельщины. Тут присутничали первоважно ты, а кто непосредственно взаимодейничает со сродками массовой информации и заявляется отказным за работу у медиапросторы. Специально запрошенные на форум представники сферы АйТи представили информацию об тем, як правильно створать рекламу, подтримливать имидж и распосюдживать проекты своей организации прозинтернет-ресурсы. Так само была закранутая тема об взаимодейнии БРСМ со сродками массовой информации. СМИ за все дымкнуться завоевывать новую аудиторию, особливо у электронной просторы. Могчимостью для этого шмат, але треба подавать свои материалы так, каб выглякать наибольшую цикавость у громадскости. Телерадио-компания «Гомель» является лицом нашей области, нашего города Гомеля. Все события актуальны, все новости, все аккумулируется здесь, все мы здесь слышим. Отсюда мы получаем информацию. И, конечно же, это было бы, наверное, не очень правильно, если бы мы, например, о рекламе, о работе в социальных сетях, в интернете говорили где-нибудь в другом месте. Мне кажется, областное телевидение подходящее место для этого. Работа со сродками массовой информации у медиа просторы з'является одним из приоритетных на прамках деянности Белорусского республиканского союза молоди. Зараз у интернете им реализуются широк поспеховых проектов, таких, як «Союз Сябрамик», «Книга Бай» и иншая. Только особо взятый Гомельский областный комитет БРСМ у социальной сети «Уконтакте» представляют коля 40 групп и больше, как 40 тысяч подписчиков. Интернет-проекты наши это сайты, которые у нас каждый день развиваются, которые завоевывают престижную премию ТИБА, как, например, сайт Гомельской областной организации последний год завоевал эту престижную премию. Также это, несомненно, наши мобильные приложения, которые развиваются, добавляются туда новые обновления, они переходят на новые платформы. И также это, конечно, наши проекты, которые проходят в онлайн и в офлайн формате. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». На переддне в Гомельском районе подвели выники республиканского взлету конкурса юных инспекторов дорожного руху. Масштабный форум все лето собрал 80 удельников из всех областей Беларуси, а так само гостей из Краснодара, которые представляли Россию. Какие урожане застанутся у юных инспекторов после завершения форума и какая команда отримала заповедную перемогу. Расскажет наш корреспондент Дмитрий Котов. Злет юных инспекторов дорожного руху проходит уже в 44-й раз. Все лето юных и девчат выявляли мощнейшего на территории санатория «Золотые пяски» Гомельского района. Сами удельники кажут, что это было не с поборництва, а худшийся Брусский форум, где они весело проводили час и заводили новые знакомства. И все разом удосканаливали свои веды в правилах дорожного руху. Статисты, когда это засветшить, несчастные выпадки с уделом неполнолетних все шастей отбываются по вине водителям. Сушастные школьники в большинстве своей разумеют, как правильно поводить себя на дороге. А удельники взлета юных инспекторов ориентуются в правилах «Не горш, чем дорослые автоматеры». Традиционно на организационном уровне очень высокий показали уровень хозяева и проведение конкурса. Все задуманное, выполнена вся программа, и в том числе и культурная для детей. Поэтому я уверен, что этот 44-й конкурс для всех участников запомниться в самых теплых, ярких тонах. Умовы конкурсу включают не только теоретичные спиты для юных инспекторов дорожного руху. Им необходимо продемонстрировать творческие и спортивные сдольности, а так само навыки ваджения велосипеда. А кроме этого проверили умение удельников взлету оказывать первую медицинскую допомогу. Нам очень понравилось, было все очень интересно. Вчера у нас был как праздник, у нас все закончились конкурсы, нам понравились очень развлечения, нам понравились фаер-шоу, что нам устроили. А сам конкурс был, мы нашли здесь новых друзей, новых знакомых, мы все подружились. Конечно, мы соперники, но мы друзья. Впечатления от взлета хорошие, и конкурс, конечно, очень тяжелый, но понравилось тем, что мы можем провести всей своей командой определенное время вместе, и подружиться с кем-то новым, увидеться со старыми знакомыми. Умение працевать в команде, все робить зладжено, и во всем один одного подтримливать. Такие головные критерии поспеху для себя вызначили школьники из команды города Минска, которые у вынеку и стали переможцами взлету конкурсу юных инспекторов дорожного руху. Другое место у команды из Брестской области, третье поделили школьники из Могилевской и Гомельской областей. Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, телерадиокампания, Гомель. Все лето исполняется 75 годов с дня народжения народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина. С этой нагоды по городах краины пройдет масштабный гастрольный тур Национального академичного драматичного театра имя Горкага со спектаклем «Песняр». Причем старт гастрольной эстафеты почнется минавито с Гомеля. Некольки годов он с поспехом ишел в Минску. Гомельскому глядачу яго представить у першыню. Спектакли расповедая про опошние хвилины життя Владимира Мулявина. Он поставлен на основе пьесы молодого драматурга Василя Дранько Майсюка и ки створал я ее на протягу целого года. Выник працы гомельске глядачу бачать 1 червеня. На сцену выйдя практически вся трупа театра у складе якой и заслужены артысты Беларуси Ганна Маланкен, Андрей Душачкин и Сергей Чакярес. При этом можно будет не только убачить близкую гульню выбитных актеров, а и почуть песню Мулявина у живым выконанне. Я считаю, что мы принесем очень большую пользу. Во-первых, нам, то, что мы еще раз актеры, режиссеры, постановочная группа, получат удовольствие от того, равнодушных людей не останется. И даже актеры заметили, что во время того, когда идет спектакль, не раздается ни одного телефонного звонка, мобильного. Это говорит об очень многом. У Гомельским городским центру культуры отбылось урочистое закрытье 13-го великодного фестивалю. Подведение выника у православной олимпиады, подяки и молодежный баль. Мероприемство собрало абсолютно разные поколения, які объеднувая вера. На протягу месяца Гомельская епархия проводила шматлики духовной и культурно-осветницкой мероприемствы. Были организованы ознамленча и паломницкая поездки до культурных историчных помников и православных святыня у Гомелей в области. Так само отбылся циклы выстав у библиотеках и доброчинные акции. У хратских установах адукации прошли тематичные майстер-классы, тренинги и семинары. Маль 10 адукацийных пляцовок Гомельщины отрымали особливую подяку за инициативу и подрымку фестивалю. Межтым подчас мероприемства обвестили переможцов у Олимпиадзе по основах православной культуры. Средо 5-6 классов лепшей стала Мария Кузьмянок с Гомеля. Семых восьмых першая месца трымал Максим Ласко за Городка Ставбун Ветковского района. До речи, селета фестиваль у першыню набыв масштаб областного. Мне только хочется сказать, что фестиваль вроде бы завершается, но продолжается наша духовная жизнь, которую мы должны дальше совершенствовать духовно. От праздника к празднику, от события к событию, от настоящего к будущему. ГТ, а так само иншые новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный. У студы працавала Наталья Игнаценка. Добрых вам выходных дзен и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров